Книга «Открытым оком» 7 том. Вопрос 1878. Жития. Откуда взяли такую классификацию святых по узкому профилю, даже относительно здоровья, что Артемию молиться нужно от боли в животе, а Антипе – от зубной боли? Жития. Об этом что говорят? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Послушаешь православных, так у них и Бог где-то на окраине, а всё внимание к мощам, как и к святым. Отдельные святые специализировались как будто по редким профессиям, как акушер». Псалом 90, 15. «Воззовёт ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Иеремия 29, 12. «И воззовёте ко мне, и пойдёте и помолитесь мне, и я услышу вас». Ипатий. Память. 31 марта. «Так он врачевал бесноватых, слепых и ссохших, страждущих водяную болезнью и жён кровоточивых. Немалое число неплодных жён он сделал способными к деторождению. А другим жёнам, имевшим сухие и неспособные к кормлению груди, возвратил молоко». Никита Столпник. Память 24 мая. «Столб, который устроил преподобный для своих подвигов, находился не поверх, а внутри земли. Это была столпообразная круглая яма или просто пещера, так что столпничество святого Никиты было в сущности затворничеством. В одну ночь пришли к преподобному некоторые из его родственников с просьбой помолиться за них, и увидев на нём тяжёлые вериги, которые от долгого трения от тела вычистились и блестели, подумали, что они серебряные. Омрачённые дьявольским наущением, они задумали убить святого, и пришедшие к столпу разобрали бывший на нём покров. Вошли в него и насильственно разлучили души святого от тела его. Спустя некоторое время преподобный Никита явился вышеупомянутому иноку Симеону и сказал ему, «Пусть сей честной знак моих подвигов в скором времени перенесён будет отсюда и положен на грубе моём». После сего вериги преподобного с почестями были перенесены из города Ярославля в город Переяславль и положены на честном гробе его. Всем приходящим с верою они подают многие исцеления во славу Христа Бога.